Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваша космическая девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в Ковчег на площадь Славы, вы не поверите. Да, именно сюда, к нашему любимому кузнецу Киру, у которого, кстати, при загрузке не появилось ли у тебя новые отмычки, чувак? Был бы просто идеально. А, покажи свой товар, товар у тебя у Дэхи обновить... Семь отмычек! Вот это бог! Мы нашли своего любимчика на этой огвазе. Просто вот нежно обожаю. Да, это стоит, конечно, дороговато, 1100 монеток, но вроде денежка у нас есть, остальное нам не нужно, берем, родная. Берем за все деньги мира. Я не думал, что надо будет обновляться у них. Слушайте, и детали появились. Просто щекардосина. А значит, мы богаты, значит, мы можем многое и еще больше. Например, двинуться вперед, вперед, вперед и вперед. Или назад, нет, вперед все-таки. Вот она, площадь Славы. Бой нам здесь недоступен, но где-то здесь нас ждет информатор, который должен нас спасти от комитета и их разведчиков, которые хотят нас на опыты пустить, и клизмы нехорошие встать космические. Но мы к нему не пойдем. Вы правильно поняли. Гораздо, гораздо интереснее получать здесь доп-квесты. Вот вы, например, кто? Проповедник, который просто просится столкнуть пропасть. Сделать ему спарта. А здесь написано, что монумент авиатора. Посвящается храбрым крыльям иерархии. Иерархии. Учитывая, что они на очень закрытой станции, авиации здесь, в принципе, нет такой-ся. Но монумент забойный. Монумент просто забойнейший. А, здравствуйте, господа. Кто вы здесь и куда? Стервятник, стервятник и... Генерал целый тронабер. С пёселем, который нельзя погладить. К генералу мы еще обратимся. Я даже не спрашиваю, почему генерал стоит один на мосту. Сержант Дархала. А? Такая мечта, и мы туда не можем зайти. А скажи, пожалуйста, навигация все еще недоступна даже в этой области. Но вот зеленый всполох я вижу прекрасно. Да, но он же дальше был же. Подлина такая. Он же дальше был. Он возле вот этой вот бздюлины был. Вот возле вот этой вот... Вот-вот-вот-вот-вот-вот. С этой части перила он был. Вот тут он был. Собака. Ладно. Я вас глюк и запомнил. Если еще, встретимся на кривой дороге. А, в смысле что, нельзя? В смысле что? С вестра здесь нельзя пройти. Там навигация недоступна, здесь ее нету. Поэтому удачно зашли, но хотя бы следовали большой кусочек снизу. А что здесь наверху? Клуб, жидкое небо, туалет. Единственное, наверное, на всю станцию раз объединен. И показан касса кинотеатр и элеватор. Плюс лавка гостира. Слушайте, а не гостиру ли нам нужно было отнести там какую-то микросхемку? А, дайте напомню. Личная вещь, обновление железа. Да, гостира на площади Славы хотят микросхемку. Слушайте, а так давайте мы в ту сторону как-то нежно двинемся. О, вон там вдалеке какой-то мужик хочет спрыгнуть с эстакады. Но это его проблема. А на базаре так написано. Базар всякого хлама. Здрасте, что ли, генерал Тенебера? Здрасте, КЗ-012. Рад, наконец-то, с вами лично познакомиться. Человек с генеральскими знаками отличия на плаще останавливает вас аккуратным кивком головы. Его точно рассчитанная улыбка внушает вам недовольную невольную симпатию. Рядом с ним сидит собака довойной породы. Таких вы видели только в книгах на картинках. Так вышло, что я знаю вас намного больше, чем вы обо мне. Позвольте исправить это недоразумение. Бригадный генерал дивизии Дархала. Тилы Тенебера. Служба безопасности Урпа. Ой, че для меня, товарищ генерал? Жутенькая честь, но честь. Держим движением головы, Тенебер сообщает вам, что любезности на сегодня достаточно. Рибель докладывал, что вы уже частично введены в курс этого дела. Позвольте в свою очередь пояснить, почему эта ситуация встреч и встреч оказалась возможной. И сложить ситуацию со своей стороны. Да, пожалуйста, в подробностях. Чем подробнее, тем лучше. Думаю, вам известно, что дивизия Дархала отвечает за внутреннюю безопасность Урпа. Инцидент в Лимбе как следует стряхнул штаб ордината. Я лично прибыл на место взрыва. Моя оперативная команда обследовала нижние пролеты у Лимба около часа. Картина была ужасающей. Несколько этажей просто в руина. Наши взрывотехники не смогли сходу высказать гипотезу. Это не было похоже на повреждение взрывчатки или от дезонации газа. Мы сошлись на мнении, что это место происшествия выглядело странно. Забегая вперед, скажу, что мы обнаружили на нижнем этаже кое-что необычное. Возможно, вы это скоро увидите. Мы не успели закончить работу, как на место привела следственная группа комитета. Мы не притянули распоряжение совета. Личному составу ордината приказано покинуть Лимб. На мои возражения мне дали классическую формулировку. Дело выходит из сферы вашей компетенции. Несколько дней мы пребывали в полном неведении. Наконец-то отдел идеологии опубликовал официальное сообщение. Что случилось в Лимбе, это теракт, которому причастна одна из радикальных группировок ближнего радиуса. Ну, вы в это дело, конечно, не верите. Именно. Это совершенно не соответствует тому, что мы видели на месте происшествия в день взрыва. По своей инициативе, завершив экспертизу, мы заслали ее в комитет. И получили лишь документ, в котором написано, проведенная экспертиза признана недостоверной. Остальные в штабе ордината старались не задавать лишних вопросов. Как доставки высоки, потерять место и свободу проще простого. Ситуация оказалась крайне неоднозначной, но это было только начало. Да вы что, и что же там случилось дальше-то? Генерал извлекает из-за пазухи трубку и прикуривает ее матовой черной зажигалкой. Мы не доложили об аномалии на техническом уровне под Урбом, через неделю после взрыва Лимбе. Затем был еще один похожий инцидент в Б-92. Появление аномалии во всех случаях сопровождалось электромагнитным и гравитационным искажением. Довольно сложно описать, как это выглядит. Впрочем, вы-то, я уверен, знаете лучше меня. Аномалии уничтожали любого, кто к ним подходил. Человеческая психика не выдерживала белого шквального шума. Только после третьего случая генсек Малого Совета собрал закрытое заседание. Он озвучил, что на Объекте 6 есть активность неизвестного происхождения. Мы услышали то, что ожидали услышать. Комитет уже разбирается с проблемой. Поэтому самодеятельность здесь недопустима. Генсек подчеркнул, мы должны сохранить полную конфиденциальность, чтобы не провоцировать панику. Несмотря на простые и прямые вопросы, тему взрыва в Лимбе он обошел стороной. Из зала я вышел в абсолютной уверенности. Правительство строит декорации вокруг того, что было в Лимбе. Спектакль посвящен лишь избранное. Моя же цель сорвать маски с посвященных и найти объяснение происходящему. Именно поэтому я решил задействовать свою специальную команду, которой доверял. И так тоже? Я имею ввиду агентурную сеть личную, которую я формировал несколько лет. Я так понял, что Рибель туда входит, да? Мои агенты-одиночки не раз добывали мне информацию, которая помогала предотвращать крупные преступления. Подключив своих людей, я узнал, что дело было предано в особый отдел комитета. Да, мы что-то о нем слыхали такое. Неудивительно. Это закрытая структура. Она оказывает поддержку шестой лаборатории в сомнических исследованиях. Работа с обоих ведомств носит строй конфиденциальный характер и курируется внутренним кругом совета. Сейчас мои люди тщательно изучают связь взрыва в Лимбе. И особенно аномалии, что после этого случились. Излишне говорить, насколько мне интересно выслужить человека, что сумел там выжить в таких условиях. А нам скрывать нечего, мы человек простой. Рассказы. В следующие 20 минут генерал внимательно следит за вашим повествованием. Похоже, что ваши слова действительно произвели на него впечатление. Вы чрезвычайно вызвучий человек, КСД-0012. А еще весьма отважный. Вы смогли оказать нецененную поддержку в моей группе. А откуда такой веренств в моих способностях? Мы-то тупенькие и глупенькие. Вы выжили в Лимбе. А это уже. Очень странно. Там была куда более мощная псионная вспышка. У нас были все основания полагать, что вы обладаете иммунитетом к этому действию. Вы доказали это, когда вошли в аномалию. А как мы меня оттуда вытащили-то? На лице его появляется сдержанная улыбка. Когда Рэдден доложил мне мирно посапывающим парня с зашкаливающим кайш уровнем, мы оценили ситуацию и решили лискнуть. Рэдден подделывал отчеты с показателями и регулярно давал он инъекции Амезона. Благодаря этому вы сумели пройти строк сканирования и не вызвать подозрений. К этому времени я уже подводился о том, что вы получили распределение в гнездо стервятника, оплот моей спецгруппы. А про особые отделы расскажете, а то они нам на хвост стали и ищут нас особо. Поверьте, даже высшие чины в штабе обладают самой малой информацией. Впрочем, благодаря людям я кое-что собрал. Сапираты особого отдела занимаются поиском так называемых бессонных людей с развитым сопротивлением к сомническому воздействию. Подвергаясь этому воздействию, бессонные способны в той или иной мере сохранять физическое и ментальное здоровье. По крайней мере, временно. Если такие люди попадают в руки сапиратов, то они отправляются на предъявительное обследование. Затем же теряются в карантинном корпусе с диагнозом НГПА. Доктору Рэддену удавалось следить за работой особого отдела. Он отправлял мне данные по всем бессонным, что проходили через его руки. Ну, тогда я вообще не понимаю, что это за сомни, как мы на нее завязаны. Согласно наблюдениям, сомния – это некое физическое явление. А сама болезнь – это лишь побочный эффект этого воздействия. Сомнические аномалии не подчиняются законам физики, по крайней мере, тем, что мы знаем. Их только предстоит изучить. А от меня вам что нужно? Повторюсь, мы тупенькие и глупенькие. Решение за вами, Невермор. Наше сотрудничество выгодно обоим. Возможно, ваши способности помогут предотвратить катастрофу. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы вылечить ваш недуг. А-а-а, ну ладно, окей, а что делать нужно? Иногда сомнения, связанные с выбором, лишь отнимают время. Я не слишком верил, что мы сможем договориться. Но я рад вашему благоразумию. Теперь перейдем к конкретике. Основная цель нашей группы – вывести комитет на чистую воду и выявить истинную причину взрыва в Лимбе. Теперь, когда мы договорились о сотрудничестве, я могу сказать, как и козырь есть у нас в рукаве. Несколько дней назад моему человеку в комитете удалось попасть в хранилище улик особого отдела и... Кое-что изъять. Один образец с места взрыва. Доктор Рэдден сейчас выясняет его происхождение. И вам нужно его увидеть саму. Нам удалось выяснить лишь то, что образец попал в Урб со свалки. В этом участвовала контрабандная сеть. Пытаясь внедрить человека в особый отдел, пока слишком опасно. Поэтому зайдем с другой стороны. Сейчас цель группы из гнезда стервятника – найти того, кто отправил посылку. Более подробно вы узнаете у Рибеля. Образец же с места инцидента хранится в лаборатории гнезда. Вы очень поможете нашему делу, если примите участие в его исследовании. Сообщите Рэдену, как будете готовы. Так, точно, генерал, можно уйти? Разрешаю, юнитер. Вот. Пробуждение. Скажи мне, пожалуйста, завершено или не завершено? Ну, тащим-то завершено. Ну, а чего в стиме мне не дали. Поэтому, да, а чего не рабочая? А не особо-то и хотелось. Би-би-би. Поищем, посмотрим. Подумаем. Место хорошее. Конкурсы интересные. Вдруг чё весело найдется. Так, и карта, карта, карта. А мы на площади. Направо пойдём, в лутный район попадём. Налево прямо, направо пойдём, попадём куда нужно. И сдадим гостировать чёртову микросхему. Если здесь нет топ-квестов. Вроде быть не должно. Нищие геттеры, очень нищие геттеры. И мы не будем спрашивать, что они жгут в бочках, как система циркуляции воздуха с этим справляется. Чисто теоретически предположим, что это космическая магия, шмагия и всё такое. Хотя, да, выжигает кислород, который не восстанавливается на этой станции. Это просто аж огнище. О, хламинго, здравствуй, родная. Ложечка. Бытует у меня такое мнение, что если бы они просто перебрали весь лут, тупо отсортировали, а тот же ординат и комитет могли бы заставить просто бездельников отсортировать лут, хотя бы за еду работать, то была бы чистая станция, восстановили хотя бы отдельно жилые зоны, жили-поживали-добронаживали. А они что-то как-то особо-не особо. Так, чё такое? Эхо-8, мне нет, надо разбирать. Эхо-8, сразу надо разбирать, потому что тяжеловесная. И педальки два набора. Но они ничего не весят, вот в чём дело. Так, это гостер уже или не гостер? Навигация... Эхо, что-то фигня. Навигация, это не гостер. Это выход в зону местного норельса. Ммм... Да, глобальная карта. Пока что нам сюда не нужно. Осмотреть монумент Тейнануи. Монумент, в центре которого глобусы. Стоит заметить, что это глобус нифига не Украина. Даже не глобус Земли. А глобус какой-то отдельно другой планеты. Гетеро-гетеро. Вот реально, что им стоит убрать хотя бы вот это вот висячие? Проводишки подключают, всё такое. Боже, блюр просто... Феерически набегает местами. Как это работает, никто не знает. Вот, что нам нужно. Ополченец, робот, не ты. Странный мужчинка по имени Чо Мэлон. Мэлон, как дынька. Странный мужчинка по имени Крон. Вот ты мне нравишься больше. Знаешь почему? Потому что ты в закрытой оконечной зоне. И у него красная кепка. Как того мужика, которого мы находили. Рецепт самодельных гильз. По-моему, мы тебе уже читали. Да, мы тебе читали уже. Бродяга с побитым осудышев себя лицом смотрит в одну точку. Рассечённые губами медленно шевелятся. Мужчина, вы в порядке там? Он резко поднимает голову. Глаза ему полны ужаса. Тихо, тихо, тихо. Они могут услышать. Они, они так всё слышат. А лучше не привыкать их понапрасну. А от кого ты скрываешься-то? А время получится. Ползёт, будто скрипя. Каждая минута она как насечка на теряном стене. Эта стена уходит вниз со спиральным колодцем. Для них не существует времени. Они всё знают наперёд. Я и здесь, а они чувствуют. Я почти среди них. Если бы только время могло идти в обратную сторону. Кто ты такой? Ну, он лишь покачивает головой в ответ. А от кого ты скрываешься, у него время волочится. Мы понимаем, от кого он скрывается. Его накрывает сомния, и он тоже видит эти глюки. Возможно, даже более явно, чем мы. Это немножко пугает. Дынька. Эй, солдат. А ты ничего плохого не подумай. Те вещички не нужны. А то у меня всякого барахла редкого. Ну, знаешь, не даром мы археологами зовёмся. У нас всё под носом есть. Археологи? Что за археологи? Ох, так это ж мы с мужиками окрестными так кричим друг друга. Смешно, да? А мы ж да, копаемся, перебираем, знаем чё куда. Туда залезаем, куда только мальчишки лазают. Чёрт побери. Мальчишки нам, они, наверное, знатно жизнь портят. Ну, шо я говорить. Перестрелять бы их, так и дело с концом. Да, великий проводник не велит. А ты, может, малышню того припугнёшь, ты солдат-то? Уж мы в долгу не остались бы. И где ж эти мальчишки? Так возле лавка гостера-то сатираются, обираются. Ты сосунков-то увидишь с красными глазами. Считай, нашёл. Ну, я подумаю, а шо у тебя там есть ещё? Если что, меня просветили. Лопату я разобрал очень, очень, очень сильно зря. Она одна на всю станцию, и нам будет очень сильно нужна. А вентилей с другой стороны нет. Вентилей тут полно. Вот и обида над кость ноги. И кость руки. Откуда вот эти дилдаки органические, я даже не скажу. Ну и ладно. Стопэшка, шо это у тебя за плёночки такие? Старая плёнка с художественной картиной о выживании солдата-иерархии в Великой Тундре. Я не знаю, можно её сейчас посмотреть или нельзя. Нельзя. Горишь, мальчишки. Нам ещё вон туда сходить? Ну, к лавке гостера нам всё-таки ближе. Мальчишки с крысиными глазами. Геттер. Берг. Если это мальчишка, то он лысый немножко. От крепкого коротышки разит спиртным, как она самахи. А ты ещё кто такой? Чё тебе от меня нужно-то? Да поболтать просто. Ну, нечего нам, стой болтать. У меня выходной. Поеду ты во всем. Не лезь перед глазами. Странно злые люди. Мы с ним ко всей души, а они знают, что вот так вот. Свою налево. Ну, видел же, что обеззреть нужно. Головное местное так смотрит вообще. Ну, упал солдат. Ну, ой, ё, нас сомнии накрывают, товарищи. Нас очень накрывают сомнии. Мы видим тени привидения. Завидите, пожалуйста, ночной дозор. Если мы подлечимся, просто подлечимся. Нет. Бульон не спасает. За столик. А, добро пожаловать глянец. А могу сейчас помочь вашему дорогому гостю? А расскажи о своём заведении. Так это ж мы глянец-то. Два года назад там открыл. Когда завёл зал с одним порочным промыслом там в жидком небе. Утомила меня от чувственной работы. Я решил поддаться своей давней страсти поварскому искусству. А, впрочем, признаюсь, донь-то мало ценители хорошей кухни. Поэтому кое-что другое, думаю. А я предлагаю людям привычную пищу. Но, конечно, позавидую даже у заведения Урба. А да-да, я надеюсь выйти на уровень в следующем году. Так, может, я как тектор, возможно, смогу с кому-то порекомендовать за денежку малую? О, это было чудесно. Вообще чудесно. Ну, чтобы не быть голословным, вот попробуйте. Для вас на мой счёт. И он нам даёт самое дешёвое было. Надо дерьмо было отнести там этого особисту. Не, ну, сумму меня прям пугает. Сколько ж мы ещё сможем выдержать-то их ударов стихии? Какой-то момент, он вообще положит, и всё. И мальчишек мы не нашли. Зато первый рабочий телевизор нашли. Причём, кстати, отдельно нравится первый телевизор. Телевизор, на котором показывают телевизор. А, во, мать честная. Это у вас мальчишки? Это не мальчишки, это Дэдпул, которому всё тело оторвало, и он от головы отращивается заново. Сквозь прорези в жуткой маске старика. А, это маска, слава богу. Виднеются детские глаза. Настолько же ясные, насколько и наглые. Эй, чё смотришь, а? Шикарная маска, малец. А я в археологов-то брал. Они часто откапывают всякие штуки. А тебе чё-то доделаем. А давай меняться, это чё-нибудь, ты мне маска, это чё-нибудь крутое. Эй, даже не думай. Это символ моей власти банды. Соображаешь? Я когда-нибудь стану главным на ржавой арене. Да и чё, неужели вам ничего не нужно? Он смотрит очень внимательно. Ну, если подумать. Ствол мне нужен. Принеси меня, армейский бакер. А тогда и поговорим. Может, отдам тебе маски. А-а-а, не делайте так в реальной жизни, пожалуйста. Но мы ему дадим ствол. Только не рань кого-то из своих. Отдали последнюю нормальную пукалку, которая у нас была одиночная. Кошмар. Ребенок сжимает оружие с неподдельным восторгом. Ну чё, пора показать имя археологам, кто здесь главный. Отставить последний штырь в гроб. Так да, лицо мне больше не нужно, забирай. Папа-папа-папа-папа-папа, погоди, мы про археологов-то вопрос не имали. Маска старика, одеть мы её сами не можем на себя. Сложно объяснить, зачем она была создана. Мы её можем тупо выкинуть. Слушай, по поводу археологов. Штырь глупых мыкает и напускает на себя важный вид. Тут дело такое, стаик Мелон недоволен тем, что вы мешаете сего делу. Я тебе дам пять сотен, и я вас больше не видел здесь. Чё-то маловато, проверочник. Мы сведём серьёзные дела. Штукарет не меньше. Ну ты, наглый малец, набери. И мне кажется, ли мы видим ещё одну картинку. Нет, ящик видим. Чё, давайте мальцов не лутанём. За милую душу. Мы на их штукарет потратили. О, комикс. Хентайный небось. Комикс, 98-й. Всё тот же, где Механитор, сын, переметнулся на сторону зла. Мы это уже читали. Слушай, а где твои родители? А нет, у меня их. Семья моя, это банда. Это чё, стопляк какой-то? Не. Меня Штырь зовут. Из банды Гвоздей. А ты, смотрю, не веришь вообще. Да ты чё, верю, конечно. Не шути со мной. Мы это чё, порядок наведём, не сомневайся. Нас все боятся будут. Надо только с археологами разделаться. Билон их куча мусора неподалёку. Там археологи живут. Реки бездомные. Мы хоть самоуважение имеем, а они их в свой дерьмо жрут. И нас опустившими называют. Ничего, карта Тугал станет нашим. И потом мы жидкое небо, кинотеатр. Слушай, по-перёски не найдётся. Курить вредно. Но штукарит-то мы ему отдали, отдали. То есть, чисто сугубо теоретически, квест должен быть закрыт. Гостирушка, если мы не продали твою чёртову микросхему, то тебе очень сильно повезло. Серьёзно? А, Таркас, я думал, Тарас. Гостирушка. Такое дело. По этому человеку видно, что он из породы рукастых дельцов, которых абсолютно не трогает окружающая разрука и уныние. Его мастерская, похоже, пользуется за успехом. А честь имеют, солдат. От тебя видишь стальную крыся. О, отсылочка пошла. У меня запчасти на все случаи жизни. И топливо лучше в округе. А, возник просил передать тебе посылочку. Какую ещё посылочку? Ничего такого. А, да, 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 само собой. Давай сюда. Вот. Гостер не терпеливо восхватывает посылку из вас в рук. Я тебя чё-каут старинного назвал? Ты чё, у этого болтца научился? Так, с микросхемой всё на сколько порядка, что-то странно как-то. Ну ладно, держи. Он протягивает низко скомка на купюру. Чё, и всё? А, 800 Норман, нормал, да. Проблем не имею. А ты чё, ждал иридивый гор за пару резных движений ногами? У меня расписано. Все так плачу. Не вешай на солдатик. Будет ещё твой день. По-моему, мы получили левел. Ага. А потом закатали губы назад. Слушай. Работёнки не будет, нет? Он бросает на вас плутоватый взгляд. Ты красава у меня, солдат. У меня тут, знаешь, есть работёнка для себя. Как раз для профи такого. Для мастера клинка и ствола, так сказать. Мне на ошибку ты доставил один очень важный груз комиссару Фарки на военную базу. Он там, считай, местный начальник таможни. Да-да. Этот проектор сделан ещё до эвакуации. Четыреста лет, сам подумай. Я, конечно, ценю всякие странные старые вещи, но... Такого хлама у меня вполне хватает и так. Чинить его без запчастей, морок та ещё. Но некоторым ценителям-то всё равно, работает или нет, для коллекции берут, лишь бы древний был. Допорока. Гостерка поется в грубе хлам и извлекает туда аппарат. Берет штукой и доставляйся к Фарке. Он на военной базе, там возле моста увидишь. Если надумаешь прикарманить, не надеюсь, что я за неё заплатит. Да, я навелся, что мы её починить можем, ну, в максимум разобрать. Тогда ещё вопрос по твоей мастерской. Дальная крыса, это серьёзно, да? Всего лишь моё прозвище в определённых кругах. Тогда я тебя должен называть не гостер, а Джеймс Дегрис. А чем ты торгуешь? А вы чё, слепые или тупые? Всё ж на виду на стеллажах, то и продаю. А о себе расскажешь? Это чё, допрос гражданин начальник юнитар? Рассказывать родославную мне собираюсь, и тебе не советую. Да я не из болтливых так-то спросил ещё. Эй, не, прошлая такая штука, шумош. Настичь тебя в самый неподходящий момент. Скажу тебе лучше. Например, много лет назад я был успешным наёмником. А теперь стареющая развалина. Для которой каждый сортир то ещё приключения. Любая судьба, она кому-то да принадлежит. Поэтому не спеши ворошить прошлое. Ну ладно, показываю, чё есть. Восемь чёртовых отмычек, Карл. Душа болит, а сердце плачет, и надо покупать. И ни одной лопаты. Есть сварочный аппарат. Точнее, пистолет. Вроде стрелять должно хорошо. Но с другой стороны, у нас подружки не особо-особо. Давайте мы продадим, даже не знаю, чё. Телефон шли продать? А то пригодится где-то. А в смысле у нас одна отмычка осталась? Хьюстон, чё за беда? А, вот восемь ещё. Масочка, 82,5 цена. Во, мы комикс продадим старая. Шоколадку продадим. Нам на восемь сотен натянуть, и будет самое алюб. Мыло продадим опять же. Зря мы его разбирали только. Физраствор. Ну, можем разделить на два и продать половину. Можем воск продать, мы всё равно не её знаем. О, и другое дело. Скоро он нам сам должен будет. Обмен. Ладненько. Мы тебя увидели, мы тебя узнали. Нам нужно вернуться к археологам и проверить другую часть этой здания. Самое странное, что мы пришли к генералу по приказу капитана Рибеля. Рибель, чё, не мог просто сказать, что вот, знаешь, чувак, у нас там деталюха, на тебе посмотреть такое. Дымка. Я разобрался с мальчишками. Больше они вас не потревожат. О, отличная новость. Да здравствует ординат. Знаешь, солдат, а у меня для тебя кое-что есть. На свалочке нашёл. Может тебе пригодиться. Ну, уже какие-то дно. Моя что-то, дорогуша. Кстати, у нас было две пистоли. Потому что мы баркер вроде бы отдали, но он у нас остался. Это, думаю, где перегрузился. Так, а вот вы, мужчина, кто такой? Подозревательно злобный. Ополченец. Не-не-не, мы свои, мы свои, мы свои. И, по-моему, я вижу... Да, я вижу. Так, нежно подходим. Попал шажочка. А-а-а, вон о чём. Зелёные глаза светятся шагов за два-три вперёд от границы аномалии. Да-а-а, ещё я выяснил, что бывает, что будет, если при Сомнии, которая у тебя развялась полностью, как до сообщения Сомния, попасть в аномалию. Шансов не остаётся. Появляется красивый ролик о том, что мозг не выдержал такого изнасилования анального и решил отключиться. Поэтому отключается вообще сама игра и даже в меню не выходит. КАЧЕСТВО. Поэтому с аномалиями нужно быть очень сильно осторожным. Поскольку автосейф здесь, хотя и есть, но полэпизода, зараза, пришлось перепроходить. Было грустно. И ладно, было зачем. Тут тупо нет лута, тут тупо нет вообще ничего. Тут даже вот здесь не пройти. Думал, хотя бы на какую-то статую попыримся, но нет. Обидно, печально не пускают. Хотя там какие-то домешки есть. Проход вроде должен быть. Ну ладно. А мы смотрели только малую часть этого сектора. Основная, самая веселая и интересная, это вот здесь вот. Некто элеватор, кинотеатр, касса, туалет и клуб «Жидкое небо», где, как и там сообщили, что-то веселое должно быть. Ну что и где, непонятно. Слушайте, у них были даже машины мусоровоза. Серьезно. Мне просто интересно, ну, историю станции мы поняли. Кто-то ее строил, потом ее нашли военные. Вот те, кто ее строил, какого черта они так размахивались? Вам нужно было эвакуироваться, можно было, знаете, попроще как-то все сделать. Организовать в более компактных вариантах. Монументально, по-имперски, бог императора одобряет, но все равно. С точки зрения логистики, амнисия против. Вот вы кто. Орг. Сутулый молодой гетер приветствует вас сиплым голосом. Это на речи вам неизвестно. Рашамах, краш. Че-нибудь ищешь? В смысле? Дурачка-то не валяй. Вот я не знаю, че вам всем нужно, пробирочным. Жилетом, воск, известь. Все могу достать. А че, сжили? А-а-а, ты смотришь, эта штука поаккуратнее-то. Я выберу те, у кого в голове уже болтовня и так, всякие тени мерещатся. Ну, понимаешь, сам не дам. А-а-а, так вон, что-то отцом не лечит. А воск? Если меру знаешь, то будьте вдохновение и голову прочесть. А известь? Но ни одна шлюха и жидкого неба не способна прожить и дня, если не загасится. Три дорожки и какого-то просроченного президентика. Будут самые жаркие скачки с твоей жизнью. У тебя есть все. И не только это. Нам пока брать ничего не будем. Хотя странный дебил тот рунг, товарищи юнитрум при исполнении, то есть нам предлагают вещества. Может, оно незаконное здесь. Я прям нюхаю, чую аномалию. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во Тени привидения пошли А, это была не аномалия Это была карта мира Ладно Наглабалочка на пока рано А вот пройти, скажем вот О, пеньки, Роберт Кеннон Шляп охотника Или с патрошечки Не дожил, бедняга Убили свои же написано чё армор против уриноса самое смешное что это до фуриоса вышло я не знаю сколько а фурин божь там и фуринос стоянная ссылка стёб ну ладно нам скорее нужно сюда фанатик монатик шмонадик не сюда а вот в эти дверки по моему элеватор это было здесь там exit а здесь у нас да вот он элеватор мысли лифт фанатик гитар и ридаш не торопись урбанит мощной фигурой булава кажется вам весом аргументом вы восстановились перед служителем биокера а чё за дверями об этом знают лишь те кто последователи забытого пути и те кто заслужил доверия и как мне это сделать идию кривизу рух это а ты по вопрос не отвечу не по и служение не в этом ясно понятно зажали коммунальные городской лифты не отдает но где бекер мы знаем мы к ним еще не заходили но пока вполне себе о ее 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 тени привидений здесь накрывают а то мы туда обязательно зайдем что у нас здесь и главное куда это выход в отдельно закрытую зону который идет толчок генератора толчок генератор идет вовнутрь о кинотеатр сложишься и там внизу пара аномалии есть сейчас главное не вмазаться плюс довольно стрёмная порнуха хотя тут передергивая дракам алфой так аномалия вон она вон она хараус нам пока не нужен как молит за аномалия справа этот микросхемка беспризорник тюльбокс да ну ты троллишь собакам как так можно всем скажет тупейший размен на одной отмычки на одну печатную плату как у вас еще кулисы не сгнили ой рояль боже вот мы его нашли педали там клавиш все такое арноль далаару белеть к у него есть на синема потребный билет кинотеатр краска не настолько стерла что разобрать название фильма и сеанса невозможно зачем-то мы как бы уже здесь ну ладно краус человек интеллигентного вида с нескрываем восхищением смотря на экран потрясающая лента жаль что она появляется расписание всего раз в неделю а что за фильм путешествие на тайна тека древнейшая пленочка создана еще до того к на спутнике нашей планеты была основана колония и пусть наше время великие картины прошлого вынуждены курировать конкурировать за право показа с порнографией главное что есть кому смотреть может быть этот мертвый вид искусства скоро начнет свое возрождение а разве кинопалата урба перестала работать но мы же говорим юноша художественных достоинствах верно кинопалата делает конвертную жвачку как марвел перед под диснеем думаю вы меня понимаете за последние 90 лет не было ни одного снята фильма достойного хотя бы критической статьи все что производится это либо подпольная порнография либо пошловатые социальные кинопродукты автократическая падаль для самых пси ядных и бедных только не подумайте я не поддерживаю я не бунтарь и что я не поддерживаю поддерживаю курс я поддерживаю но дерьмище снимают хочу за фильм так это мы видели а чем вы занимаетесь мужчина из вас посреди дня в кинотеатре до недавнего времени работал в архиве но попал знаете под сокращение теперь прокатный механик здесь кинотеатре стараюсь разбавить расписание классикой хотя по словам владельца они не собирают кассы но знаете фильм или на тебе фильм приходится больше зрителей если только мог показать людям кабинет доктора она ра но из-то пленка что я смог выписать из архива урба отправилась пневмопочные не тому адресу а почему и не будут вам тогда дело в том что я ошибся указывая номер зоны посылка оказалась заброшена в жилом массиве по слухам в этой зоне опасно ее называют дикая роща когда эти координаты я принесу пленку он нет я не могу рисковать вашей жизнью из одного фильма но о если вы мужчина серьезно то вот жилой блок ссылка в 912 самом сердце дикая роща уй нам дали отсылочку на новую локацию это просто чудесно прекрасно и никто айлан вы видите невзрачно одетую деву а это девушка он чё как девушку с неаккуратно татуировкой на правой стороне лица она ловит вас говорят отвечают улыбкой но и чё тетка потерянный вид может сядешь уже фильм то идет а чё за фильм я не знаю название но довольно интересное это протеи на т.к. ясно понятно взять опаньки там рецептик лежал на том сиденье ца рецепт чего пороха видели и не раз но продадим тоже деньги а к вы мужчинки женщинки вы ни о чем никто нигде теребенька еще дракам алфой тоже нет самые ценные были переде хотя при этом что разработчики сделали вот идет в ряды проходимыми чтобы задолбался пока еще новый квест тоже нет геттер и тарас бульба тоже нет ладно сим-сим-салабим а вот здесь он можно вот он генератор который нам нужен который ведет куда-то туда поэтому чё поэтому сохраняемся потому что детали мало с первого раза карл мы четко вот запустили чукал потом узнаем вот это чертова со мне в мазал влаги еще раз вот после этого лимит на одну аномалию или покупать средства от сомни или к доктору который нас починит собака рядом же главное было даже глаза не светились зеленым что же смотрим по карте что мы видим а кинотеатр мы прочекали хотя странно что не щука это арена отдельно есть тогда мы можем зайти еще в кассу наверно хотя ой-ой-ой-ой-ой-ой так разбегаться нам нельзя хотя в кассу мы не зайдем может быть по пути этого проводишки который ведет куда ай да 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 в кассу наведет или сортир не в сортирует пока мы не починили генератор у них сортир был закрыт вот это мы однако товарищ крутым и пробой на уж кого-то пронесло так пронесло мы можем спуститься на нижний уровень через сортиру еще через пробоину за тоже интересно да там закрыта чё написано два часа назад название фильм наверно но даже не знаю может спуститься ниже и пожалуй что и спустимся но уже в следующем эпизоде а пока что маленькая пауза не забываем про наш телеканал дискорд в контакт ссылочка под видео описание всем удачи до встречи увидимся немножко попозже